Концепцию научно-инновационного развития ИРНИТУ обсудили на круглом столе инновационная экосистема университета, передовые кадры, научные разработки и их коммерциализация. Сегодня, согласно концепции Университет 3.0, высшие учебные заведения должны опережать время и снабжать производство передовыми технологиями. Нам необходимо перешагнуть самое сложное, ограничения в своем мышлении, увидеть то, чего сейчас может быть скрыто от очевидного взгляда, увидеть наше будущее, предсказать вектор развития и направить ресурсы в правильном направлении. В свое время такой подход помог университету и Иркутскому авиазаводу победить в конкурсе по 218-му постановлению правительства Российской Федерации о кооперации вузов и промышленных предприятий. В итоге на базе ИРНИТУ появились суперсовременные лаборатории, в которых как раз и отрабатывались технологии на перспективу. Всего было отработано порядка 15 технологий. Те темы, которые были сформулированы, они для завода были прикладные, и они имели очень важное значение для организации производства самолета МС-21. Эта работа была успешно выполнена, и сегодня тот потенциал, который создан, мы бы, конечно, хотели использовать этот потенциал уже непосредственно в промышленном масштабе. По словам участников конференции, сегодня для того, чтобы добиться успеха в науке, следует перестать копать свою какую-то узкую отрасль и основываться на мультидисциплинарном подходе. Следует сейчас больше переходить к анализу уже того, что уже было достигнуто на мировом уровне, и понимать, как это можно, вот эти знания совместив друг с другом, преломить под новым каким-то углом, получить совершенно подчас новый оригинальный результат. В ходе дискуссии круглого стола был сформулирован проект концепции развития научно-инновационного потенциала ERNITU. Ее стратегическая цель – привести вуз в топ-100 лучших университетов мира.